Всем привет! Меня зовут Алина Флайклауд. Сегодня мы продолжаем тему о том, как стать успешным блогером. В том видео я вам уже говорила, что не считаю себя экспертом. В этом еще по-прежнему пока не стало. Но в любом случае буду рада, опять же, поделиться с вами своими секретами. Сегодня мы осветим немножко другие темы. Я расскажу вам о том, как все начиналось, почему я вдруг решила заняться этим делом, почему я стала снимать ролики. Я расскажу вам топ-5 советов для начинающего видеоблогера в продолжении темы первого видео. Также поделюсь своими секретами раскрутки. И напоследок я расскажу вам свой секретик, который я, скажем так, подрезала у стилистов в салонах красоты. Если вы смотрели первое видео, то наверняка уже знаете, что в рамках этого проекта сейчас проходит конкурс. И вы можете в нем поучаствовать, если вы тоже начинающий видеоблогер. Во-первых, победитель, который снимет самое крутое видео на тему секреты моих красивых волос, получит возможность съездить в Санкт-Петербург в салон Алексея Осипчука, где вам создадут уникальный образ. Вы получите шикарнейшую фотосессию и попадете на страницы журнала Glamour. Мне кажется, это отличное предложение для любого блогера, не только начинающего. И это вам даст отличный шаг, и вы подниметесь сразу же на ступеньку выше. Теперь я расскажу немножко про себя. Как я вообще начинала, и с чего возникла идея ведения блога? Еще в курсе с третьего института я пошла на постоянную работу и работала в рекламных агентствах. Я была аккаунт-менеджером, СММ-менеджером, аналитиком. И, в общем-то, я все равно при этом оставалась девочкой. Вечером я приходила домой, расслаблялась, включала YouTube. И для меня это была какая-то отдушина. Но я очень люблю поговорить на тему косметики. И, не знаю, для меня эти девочки всегда составляли компанию. Мне было очень приятно их послушать. В этот промежуток времени мне дарили очень много косметики, новинок разных. И я с самого детства этим всем интересовалась. Любила себе рисовать всякие стрелки. Ну, в общем-то, лучше на меня было не смотреть. Когда уже я вплотную стала заниматься работой, все эти увлечения отошли в сторону. Потому что мне просто не хватало физически времени. И на работу там как-то федерично не накрасишься. Меня стали приглашать сниматься в рекламу. За что большое спасибо моим друзьям. И мне делали очень много комплиментов и мальчики, и девочки. Что это вот моя стезя, мне нужно этим заниматься. В рамках одного рекламного проекта научилась монтировать. В общем-то, все звезды сошлись так, что жизнь меня пинала к этому. И мне так это хотелось в душе. Но я думала, нет, я ни за что. Он был в бьюти-блоге. У меня было совершенно другое представление об этом. Поэтому я стеснялась, ни с кем не делилась. Никто не знал. Я ни маме не говорила, ни подружкам не говорила. Мне было очень боязно. Я боялась, что... Ну, я боялась начинать. Это всегда очень страшно, шагнуть в неизведанное. Ты не знаешь, что тебя там может ждать. В общем, я сняла 5 или 6 роликов и начала потихонечку их выкладывать. Два раза в неделю. Это было год назад с хвостиком. И вроде как мне стали писать девочки, стали комментировать. Все очень добрые, все позитивные, отзывчивые. Не стоит бояться, потому что вам, ваши подружки, ваши подписчицы все подскажут. Через какое-то время я уже стала более уверенной в себе. На тот же момент я завела странички в соцсетях под никнеймом Алина Флайклаут. И там я общалась со своей аудиторией. Мне вот так было начать проще всего. В обязательном порядке стоит отслеживать то, что делают другие девочки. Потому что даже вы сможете смотреть, как реагирует аудитория на то или иное видео. Нет каких-то точных рекомендаций, у кого учиться и сколько займет этот путь. Вы уникальны, вы индивидуальны. И мне кажется, вы должны вносить в массу именно то, что нравится вам. Конечно, вы должны совершенствоваться и стремиться к своему идеалу. Но он у каждого свой. Именно этим мы все и отличаемся. Поверьте, у вас обязательно все получится. Это дело практики. Нужно просто взять и начать. Нужно пробовать, нужно смотреть, какие у вас просторечия проскакивают. Где вы бегаете, где экаете. У меня, например, частенечко что-то бывает. И в начале, когда я первый раз смотрела свои ролики, я просто хватала их за голову и думала. О боже, Алина, а ну прекрати, прекрати немедленность. Вы будете лучше не только на камере, не только в блоге. Но и в жизни будете более правильно, чисто говорить. Это вам очень поможет. Я первые ролики, естественно, никуда не выкладывала. Я их снимала чисто для себя. Посмотреть то, как я могу рассказать, как я веду себя перед камерой, как я жестикулирую. Чем больше вы будете тренироваться, чем больше вы будете следить за своей речью, тем лучше она станет. Если у вас есть возможность посвятить съемке видео сразу несколько дней подряд, то это будет шикарно. В таком случае прогресс будет налицо. Я говорю по своему опыту. Мне самой стало намного легче общаться с камерой. Поэтому это тоже мой такой маленький советик. Насчет раскрутки. Я, например, не пользовалась какими-то специальными агентствами. Есть разные продюсерские центры. Я, наверное, вам посоветую на первых порах воздержаться. Потому что выхлоп будет, скорее всего, небольшой. Не факт, что вам приведут вашу целевую аудиторию. Сперва пообщайтесь с теми девочками, которым вы действительно интересны. И вы тогда поймете свои тоже сильные стороны. О чем вам стоит рассказывать, что упоминать. Вы станете лучше, вы научитесь на своих ошибках. Потом вы сможете уже понять, стоит ли вам раскручиваться. Или у вас и так рост идет в гору. Есть еще такой сервис под названием Google AdWords. Если вы хотите дать какой-то резкий толчок, резкий старт вашему видео. Во-первых, это лучше делать на первых порах. Тот день, когда вы его выложили. Потому что так YouTube вас сам будет больше показывать в рекомендациях. Можете это сделать. Я тоже советую не тратить на это много денег. Несколько раз я использовала такую функцию и закидывала 3 раза по 1000 рублей. И раскидывала ее на разные видео. Смотрела, как ведет себя аудитория. Где у меня растет интерес, где не растет. То есть у людей вы появляетесь в объявлении. Если они это видео не открывают, даже при таком раскладе, то вы можете сделать для себя какие-то выводы. Если вы умеете следить за аналитикой, если вам это все интересно, тогда вы действительно сможете сделать качественные и хорошие выводы. Если же нет, то, возможно, овчинка выделки не стоит. Эта аудитория очень плавающая. По крайней мере, по моему опыту. Она как набирается плавно, так потом и резко начинаются отписки. Начните, в общем-то, с совершенствования себя. Когда вы почувствуете свои силы в том, чтобы вносить свой продукт, свой проект в массы, тогда я уже советую вам заняться раскруткой. Поучаствуйте в каких-то проектах, напишите брендам, может быть, устраивайте какие-то конкурсы. Это вам поможет намного лучше и будет намного эффективнее. Пять советов для начинающего видеоблогера. Я себе здесь делала пометочки. Первое, что вам нужно, я рассказывала уже начало, такую предысторию, вводную часть в первом ролике. Изучите свою аудиторию. Это очень важно. Вам нужно понимать, что она от вас хочет и что ее действительно интересует. Есть такой сервис под названием Google Trends. Там вы, во-первых, можете посмотреть, что сейчас популярно на YouTube. Но в основном это не касается бьюти-тематики. И там сложно выделить какие-то теговые популярные ролики на этой неделе. Поэтому вам лучше всего собрать для себя список тегов, которые вы обычно прописываете. Например, у себя под видео. Или название роликов, которые вы увидели у популярных блогеров. И вручную ввести их в запросы. И там вы увидите эти тренды в сравнении друг с другом. Так вы сможете, например, в порядке очередности выбрать для себя, какие ролики стоит снимать сначала, какие потом. Это вам поможет. И правильно прописать теги. Вы увидите, что пользуется популярностью, а что нет. Например, что не стоит указывать под роликом. А второй момент. Вы сможете выделить для себя самый популярный тег, для того, чтобы на эту тему затем снять видео. Обязательно продумайте изначально оформление канала. Вам нужно создать вашу аватарку и шапку. YouTube вам поможет. Он напишет вам, какие должны быть параметры фотографии, которые вы вставляете, и аватара. Но вы должны понимать, что когда пользователь заходит на вашу страничку, или даже видит аватар в комментариях, он перейдет, если вы покажетесь ему привлекательным. Нас встречают по одежке, в данном случае по обложке. И если у вас не привлекательный аватар, не характеризует то, о чем у вас канал, или даже там нет вашего лица, скорее всего, ваш потенциальный зритель к вам на канал не перейдет. Это работает чисто психологически. Поэтому я советую не начинать выкладывать видео на YouTube до того, как вы не продумали полностью три вещи. Это описание. Там вы должны полностью охарактеризовать, о чем ваш канал, что вы рассказываете в своих роликах, чем делитесь, и, может быть, вкратце рассказать о себе. Второй момент. Это теги. Заготовьте список тегов, которые вы будете представлять в каждом ролике. Во-первых, я вам уже подсказала, как это делать через Google Тренды. Вы можете составить этот список с помощью такого анализа данных. Это вам поможет также чаще выдаваться в поиске и в рекомендациях. Чтобы пользователь переходил дальше на ваш следующий ролик, вам нужно, например, проставить свой никнейм везде в тегах. Пропишите это сразу. Это очень удобно. Вы потом просто делаете копипаст, скопировать, вставить, и у вас это больше не будет занимать времени. Третий момент. Это описание к видеоролику. Да, конечно, оно каждый раз будет разным, но вы можете подготовить общую часть. Это создаст вашу какую-то уникальность. У меня, например, стоит подпись приятного просмотра и мои инициалы на английском языке. A.L. Перед этим я вставляю обычно описание к ролику. Дальше у меня идет такая пунктирная линия классическая. Я пишу слово ссылки. То есть у меня есть классическая заготовка, которую я тоже скопировала, вставила, и также не трачу на это время. Затем мне нужно просто вставить описание и сами ссылки на продукты. Ваши значки к видео, это ваш характер, это то, почему ваш зритель будет делать выводы о вас и перейти ли к вам на канал. Если у вас там какое-то размазанное лицо, во-первых, никто не поймет, о чем речь будет идти в самом видео. Когда люди видят, они выбирают видео по картинке. Это важно. Если, например, чем я пользовалась сначала, скриншот из вашего ролика, где вы что-то рассказываете с баночкой, может быть, будет лучше написать прямо на значке, о чем речь в видео. Покупки с сайта iHerb или покупки из США, покупки одежды и так далее. Чем более кратко, тем лучше, но зато будет понятно, о чем будет идти речь. Очень важно, чтобы у вас был хороший свет. Не садитесь вечером снимать, если его нет. Лучше снимайте днем. Так как не у всех есть возможность покупать целую корхопку оборудования, несколько соутбоксов, расставлять их. Если у вас есть дома белая стена, купите себе строительную лампу, попросите друзей или папу, или мужа, чтобы он вам ее как-то закрепил. И направьте свет на эту белую стену, а сами садитесь напротив. Так создаться ощущение, что вы сидите в светлой комнате, и вам не нужно будет дополнительное освещение. Есть еще разные варианты. Моя лампа, например, называется Laual Toto. Она, в принципе, точно такая же, как строительная, но зато ее можно закрепить на штатив. И последний момент. Как я и обещала, в конце рассказываю вам про секретик, который я увидела в салоне у стилиста. У меня возникла идея вообще это рассказать, потому что мне недавно девочка сказала, что она, по моему совету, купила утюжок, но у нее не получается делать волны и закручивать волосы на него. Так вот, на самом деле все делается очень даже просто. Вы берете одну прядку, закручиваете ее с внешней стороны утюжка, пропускаете ее между двух полостей, а затем просто плавно-плавно спускаете утюжок вниз. И у вас получается волна. Это оказалось так просто. Если у вас тоже есть утюжок, и вы не знаете, как закрутить себе волосы, то попробуйте использовать этот совет тоже. Если вы участвуете в конкурсе, вам нужно использовать любые средства London Professional, и затем снять видеоролик с секретами красоты ваших волос. Все подробные условия конкурса вы найдете внизу под видео. Всем желаю хорошего дня. Ни в коем случае не бойтесь экспериментировать. У вас обязательно все получится. И пока-пока!